Так, запись. Копенгаген Геймс, второй полуфинал, Фэнтези Рейн. Два очень сильных парня. Намного сильнее эта пара, чем другая, которую мы смотрели только что, Паттинг, против Рьянга. И здесь, я думаю, уже должна быть конкуренция. Это Бест-Оф-Файв, счет на экране, АПМ тоже. Игроки также. С Фэнтези ПВТ я не видел в этом месяце вообще. С Рейном видел. У Рейна вроде все неплохо. У Рейна есть тоже хорошие достижения в Старкрафте. Много раз он в призовых местах был на крупнейших турнирах всех самых известных. Два месяца не заходил сюда, зерк все еще в алмазе. Так у Близзардов баг, ты что, не читаешь новости на сайте Близзов? У них неадекватный перевод между лигами. Они это поняли только спустя два года, и сейчас собираются выпустить патч, который это исправит с нового сезона. Половина прогеймеров тоже не в ГМЛе. Они не могут туда попасть. Потому что туда кидает 100 человек рандомных. Из Мастер Лиги. На шару, короче. Что-то как-то это... Не знаю, у меня ощущение, что Рейн, даже если открывается через один газ сейчас, но все равно Старгейт он поставит, как опенинг. То не, да, еще как, да. Ну все максимально дефолтно. Без ранних агрессий. Стандартная игра через газ от Фэнтези, через Риппера. Фэнтези, кстати, сыграл очень круто против Банни. И Банни показал просто дичайшую игру. Эта запись ТВТ есть. У меня на Ютубе, рекомендую к просмотру, наверное, самая агрессивно-динамичная ТВТ за последнее время. Ну а так как количество терра на последних турнирах как-то не зашкаливает по каким-то причинам, необъяснимым и разным, то это чуть ли не лучшая ТВТ, наверное. Единственная, которую я видел за последние пару месяцев. Фаст Нексус, Фаст СЦ, после Риппера. Реактор Кора. Второй газ от Протаса. И вот вопрос в том, через что он будет открываться. Стандарт, как все. Или... Тоже, Оракул. Пастер Гей Том. Сейчас увидим. Буквально в течение ближайшей минуты. Фантазия дождя. Или дождевая фантазия. Че там такое, Бар? Лучшая классическая музыка. Выпуск 3-2012. Реклист. 15 песен. Это как-то не шибко вообще. 4 мегабайт. Сумеречный совет. Не угадал. Пытался, но не смог. Очень актуальная тема на именно Каталене. На ванильской станции в Тлайвайт играть полное самоубийство. Там продолжение есть. А, продолжение трек... Ох, жесть. 100 песен. Что-то Баха здесь вообще нет. Бивальди, Гендель, Гринка. Ладно, скачаю, спасибо. Привет, Александр. Заканчивайте называться на Гудгейме с фамилиями и именами. Делайте себе никнеймы. Это будет намного удобней. И для стримера, и для вас. К минимуму, потому что ник не вмещается полностью в чат. Можно перерегистрироваться. Это будет норм. Раньше можно было переименовываться. Это раньше. Блинк с роба. Не очень понимаю, почему Рейн так рискует. Он не готов вообще к дропу мин. Хотя, если с сталкерами знать, откуда все это дело прилетит. Ну, вот, грубо говоря, сейчас прилетает дроп мин. Вот, 7-0-0. Что ты будешь делать? Катать рабов? Молиться до пса? Мины как минимум два раза успеет затонировать. Но, кстати, довольно неплохой поджим от фэнтези. Заметьте, сколько сейчас Терана. Какая райница в боевом лимите. Два мародера, куча мариков. Рипер сейчас будет отвлекать внимание, чтобы Теран мог зайти на возвышенность. Хорошее преимущество по экономике. Рейн демонстрирует за счет хорошего слива энергии. Но, боюсь, что стандартное вот такое вот открытие, как сейчас показывает Рейн. Потом оверчарж. Может привести его к потерям. Но нет. Теран просто разворачивается. И даже не пытается бить КСМ. Можно было, конечно, попробовать рискнуть. Но, с другой стороны, уже следующий наломат фэнтези может быть более сильным. И со стимпаком, и после фотоноверчаржа. Правда, к этому моменту и колосса уже появится. Так что смысла, наверное, и не было в этом поджиме. Но даже развести на фотоноверчарж Тоса уже хорошо. Но Блинк, по-моему, так и не собирается Рейн использовать для хоть какой-то агрессии. Или собирается. О, смотрите, он пошел сталкерами вперед только сейчас. Очень поздно. Пытается найти какие-то медиваки, найти войска. Скрытые. Слушайте, а если он сейчас, блин, конется сталкерами наверх, на мейн. Это может, кстати, очень даже неплохо закончиться для Терана. Посмотрим. Десять сталкеров. Третий нексус. Рискует, конечно, он сильно. Очень рискует. Не совсем равный бой. Терана мало. Стимпака пока нету. Конечно, Фэнтези грамотно сделал, что армию разделил. Но сталкеры только что спалили Блинк. За счет того, что Протас ставит третью нычку, и если он будет хорошо его харасить Блинком, Терана можно очень долго здесь держать. И все это время делать нон-стоп колоссов и копить лимит. Но как минимум минуты три нужно развлекать Терана сталкерами с Блинком, чтобы в этом был какой-то смысл. И тоже не забывать про то, что Теран может полететь дропами. Помните, как Хэппи, когда у него было все плохо в одной из последних игр? Когда была игра до последнего юнита. Срок я то ли не записал ее, то ли забыл выложить. Красивый был матч. Но боюсь, что это может не прокатить. Фэнтези реально много по лимиту, именно боевому. 56 рабов на 51, 50 боевой лимит на 50. Колосс только первый готов, заказан второй, заказана дальность. Но как-то в пробок не вкладывается Рейн, то есть он не тратит деньги на раскачку экономики. Это он переводит лишних пробок с двух нычек, парочку. Но это мелочь, несущественная. Нападает, правда, паровозом. Не всеми войсками теряет на этом медивак. Это опасно. Фугасные снаряды еще не готовы. Шесть гейтов в продакшене у Протса. Если он с этих гейтов хотя бы одного юнита варнит, уже в них будет смысл. Пока что... Тос дерется с колоссами, дальность у них куда-то делась. По-моему, сейчас третий колосс должен быть то ли в заказе, то ли выходить. Вот попытка фокуса Фэнтези врывается просто в армию Тоса молниеносно, но колосса так и не забирает. Кстати, когда камеру поднимаешь вверх, такое ощущение, что игра идет медленнее. У вас нет такого ощущения? Еще минус медивак. Совсем вот не хватает хотя бы чуть-чуть зелков. Просто каждый раз, когда блинкуется Рейн вперед, он теряет сталкеров, на мой взгляд. Но он все медиваки убивает, и хилиться терну будет практически нечем. И сейчас медивак под бустами минков с контратакой из центри. Наверное, зря поломился Рейн, нужно было дождаться. Хотя нет, смотрите, размен хороший. Блин, ну насколько вот он уверен в себе, что вот он поставит третью базу, он ее защитил, у него есть прокси пилон с доварпом, и еще и лимита у него больше. Другого не понимаю, почему фэнтези ломится на трех колоссов без викингов? Что это за... Я, конечно, понимаю, что фэнтези не Мару, а Мару не фэнтези. Но почему? Все, ничего нет. Он весь свой лимит просто сжег на колоссах. ГГ. Простейшая игра, самая стандартная, ничем не отличающаяся от любой ладдерной игры. Терен пришел, отдался на колоссах, контратака, ГГВП. Где дропы, где мины? Я тоже хочу таких теренов на ладдере, которые не дропают вообще. Сидишь, строишь армию, нажимаешь оклик с колоссами, круто. Только что зарегался на гудгейме, не могут ли меня разбанить за ограничения? Я могу попробовать. Раньше можно было, сейчас вроде нельзя. И... Я тебя вроде разбанил. Да, можно. Если вы зарегались на ГГ, вам не нужно ждать целый день, я могу вас сразу же разбанить. Поэтому... Эффективно. А на твиче вот такого нету. Я не на его уровне. Общайся, наслаждайся. Просто в чате в последнее время очень много всяких Александров, Алексеев, и уже начинаешь путаться, особенно когда Ник не влезает полностью. Регайтесь. Будет намного удобней. Сейчас у нас в чате на ГГ есть Алексей Морозов и Алексей Егоров. У вас есть сегодня целый день, чтобы перерегаться. Пока идет игра. Как делишки. Отлично. Да, норм. Я не могу. Я не могу. Ну, мин одна погода бы там не сделала, максимум она убила бы одного сталкера, ну, может быть, двух Тем более, Александр и Алексей, если вы перерегаетесь, то я вас сразу разбаню, и вы сможете сразу в чат писать Ну, смотрите, потом меня может не быть Вторая карта Бл-5 Вообще, надо болеть за фэнтези Ну, пока что-то как-то неясно Вроде его не харасили, вроде ничего не убивали, стимпак ему не отменяли, протас блинканулся наверх и тут же ушел назад Не убив никого, там два марика умерло, это несущественно Ну, не чувствуется какая-то, знаете, мощь Вот, когда партинг играет, прям видно, что парень реально потеет Ну, вот фэнтези что-то Какой-то вяленький, как Ильянг Ну, стримеры не участвуют в турнирах, потому что у нас нет времени играть столько, сколько корейцы, корейцев при этом не выиграть И смысл в них участвовать, если ты в них не выиграешь А во всех турнирах играют корейцы Можно, конечно, играть фановые турниры, но смысл от фановых турниров Ну, выиграю я какой-нибудь турнир, там, не знаю, там, для Умаза, для мастера, ну и что? Что мне поддастся? Ничего Нет смысла времени тратить на то, что не принесет тебе пользы Намного будет выгоднее, если я постримлю турнир, покомментирую его, посмотрю за играми профессионалов Вы при этом получите массу удовольствия с комментариями, а не игры под музыку Что за газ до барака? Что это? Что такое? Эм Ну, опять же, если стримеры будут играть на турнирах, кто их будет комментировать? Что за страта? В чем смысл? Что это такое? Дарки? И это прокси-кибернетка Новая страта, которую придумал Рейн Прикольно В Корее, да, есть места, специально отведенные Но это сумеречный совет Это точно не роботикс Для Старгейта это совсем мазохизм Потому что если уж делать Старгейт, то пытаться рисковать, делать его прокси Но, как видите, Фэнтези пофиг Он даже не пытается искать прокси Вообще, за все мои игры на ладоре Однажды попался один протас Который меня развел Нексус Угу, он увидел Нексус, все понял И Рейпер сейчас будет харассить против Коры Рейпер, по идее, должен будет сделать круг по базе Тоса, чтобы посмотреть, сколько пилонов у него на мейне Он сейчас как раз именно это и делает Не прокси Старгейт Протас передумал Решил заказать Старгейт на мейне А для чего ты делал прокси пион и терял КСМ-кой целых 100-200 минералов? Эта пробка не добывала 2 минуты Она могла принести реальные деньги Если все это время работала на Друзе Рейпер, конечно же, не запрыгивает на мейн, чтобы сделать круг Хотя можно было сейчас спокойно разведать Старгейт Два командных центра от Фэнтези Посмотрите, он играет как Рьянг Дри фаста цена чаще Что за мода корейская? Находит прокси пион, на котором ничего нет Хм И почему-то он передумал его атаковать Не понимаю, почему А, он, наверное, придерживается логики Если я нашел прокси пион, значит пробка, которая строила этот прокси пион Где ты еще могла что-то построить? И он проверяет прокси на 9 часах, смотрите Проверяет прокси на Золнаге Ничего не находит Короче, пудрит мозги Одним словом В заказе Оракул Путерна очень поздняя инженерка Он не ожидает Оракула Но Оракул просто мог бы быть спален заранее Если Брипер сейчас продолжил искать прокси здания в правой части карты Он бы пересекся с Оракулом С очень большой вероятностью Примерно где-то вот в этой области Старкрафт новый не скоро Очень не скоро Может быть даже в следующем году Или в конце года после чемпионата мира В ноябре Это может быть И прилетает Оракул И к этому Террен не готов Несмотря на то, что есть инженерка 8 киллсов Норм И не успел еще одного убить Хотя была энергия А, он по-моему отключил Свой бластер для того, чтобы сэкономить ману И так как Оракул улетел довольно долго Он накопил довольно много энергии За время полета Холосятни в 7.30 у протаса Два гейта Всего три юнита на руках у Тоса Гейты он так и не добавлял Опасно так на чаще играть Очень опасно Причем про три командных центра фэнтези Он узнал только сейчас Вот если сейчас Террен делает какой-нибудь поджим с фугасами Трех бараков Поверьте мне, это закончилось бы поражением 25 энергий за 45 секунд Вроде как Игровых, текущих Нереальных, а игровых Игровых Блинк с колоссами, с третьим Нексусом Я офигеваю Просто У него один колосс Пять Три юнита Три юнита боевых Он ставит третий Нексус Неужели он настолько в себе уверен? Аааа, почти минус Оракул Классный контроль от Рейна Пролетел мимо, получил урон Осталось 10 хп И у Террен тоже третий командный центр Занимается сразу же Вот они как будто договариваются В каждой игре Гоу макро Не нападаем Харасим, но не алынем Почему тут, когда играет Хэппи И все, кто играет против него Его все всегда алынят за двух бас Все протосы До единого Воу Я не ожидал Спасибо, Тронг Такой мини-выход Все, ну почти все так играют Что я делаю не так Ох, перестимпачился куда-то в фэнтези Тут раньше времени И что самое смешное Он сейчас будет дропать кодсаных юнитов Не, не позволяет загрузить Как бы более живых Доблый дроп Он имеет блинк Он может идти на троп И если он видит это И блинк Ох, слушайте, а колосятня Не, не убьет Мародер всего один Красава Минус миди-ваг Уже неплохо 126 лимит на 110 Но пока вроде все четко Все нормально Щупают игроки друг друга Ну, а раку уже не нужен От него смысла никакого Ммм Ножки взял кам Плюс 2 гейта Фатонка Сколько сталкеров-то в итоге вообще у процесса? А то нам все время терна показывают А, во, спасибо 10 сталкеров, 7 зелков, 3 колосса Против 6 викингов Спокойно можно потратиться Рейну Особо ничего не бояться В фэнтези, конечно Надо у своего противника сейчас шатать Шатать и еще раз шатать Ооооо Воу Обычно это делают с гастами Решил фэнтези не тянуть Реализовать свои 3 командных центров Опсерверов все палят Ножки с делкам все еще делаются Вот, чтобы это отбить Нужны очень прямые руки Потому что колоссы разлетаются очень быстро от викингов Нужно как можно дольше с Терраном не драться Как можно больше убить до нажатия финального оклика, чтобы колоссы получали дэмэдж Пытается это сделать Рейн, все правильно понимает Билды просто от бога, фатон оверчардж есть, кора сзади стреляет Минус кора Пайска протца на халде Варп новых зелков Ждет пока пойдет Нексус, потом можно будет с пробками подраться Не очень хорошая позиция для сражения для Тоса, но сзади еще колосс подходит Но его довольно просто будет для фэнтези забрать Но он что-то на него не обращает внимания и просто горит на колоссах So much протца здесь, да, но остаются мародеры и пробки только сейчас, поехали в бой Пока есть один колосс в дальность, еще можно драться Но там мародеры уже все красные просто, в хлам, в салат, в щи 110 лимита на 75 И по рабочим 56 на 23 ситуация, у протца все круто Потерял он всего 8 пробок, даже без вывода рабов отбился Если бы сразу начал драться вот здесь, на этой рампе Вот здесь вот, вот тут Это авто ГГ, потому что рабы тебя просто унижают Почему ключ не приходит? Должен прийти Или на почту Там сражение, Алеши! Алеши! Алё! Пацаны! Хаудер! Нашел, что показывать Мог бы просто сказать, были филды на третьей базе Без медиваков тут особо не похитен ранишь Ну тут сильное преимущество по лимиту уже, понятно, конец Фэнтези залойнить не смог В мидгеймс играть не смог Ну что, чизанет или нет? Да, за 30 минут, конечно, раскатать фэнтези это сильно Партинг в финале Ну, хотелось бы не зеркальный матчап Почему на почте нет ключа? Проверь спам Подожди Прийти он должен Фэнтези приходит Практически сразу Да, что вы Я не так сябл, что Но, я не так сябл Да, и он становится в 2 вене Бест-5 И это значит, что выиграет 3 внука И это будет отключительно Счастливая Счастливая Практически И, конечно, Блин Хостблинг не нужна дистракции, пока он создает игрок. Ну вот видишь, пришёл ключ. Малой хард. Не забудь включить Реал Тайм. Хе-хе-хе. Какие-то вяленькие игры, да, сегодня? Чё-то нет такого прям накала страстей, эпичности. Да и комментаторы чё-то не особо эмоциональничают. Вроде те же игроки, тоже крутой турнир, полуфинал. Клинок, не знаю пока. Смотри, когда кончится ВЦС. Тайный источник. Как же мне больно осознавать тот факт, что колоссы могут быть реально пофикшены в Легаси. Ну просто, дальность 8, это вообще не смешно в полоте мачапе. Они умирать будут просто в хлам. Пускай Близзы сделают отдельный апгрейд, чтобы можно было сделать дальность 9, помимо 8. И все протцы будут его изучать, потому что это реально бред. Дальность 8. Господи, да его мародерами можно будет просто фокусить на пофиг. Если так, ты можешь потерять колосса только в случае, если он вышел вперед сильно. А так ты его можешь держать сзади и всё равно потерять. И викинги к ним подлетать будут ОМГ как часто. Что такое? Ээээ Экстрим упал Свет выключился Нифига себе На Копенгаген Геймс А Я посмотрел на цифру, сколько смотрит Копенгаген Геймс по CSGO И хотел сказать фразу, что Копенгаген смотрит больше, чем ВЦС Потом посмотрел то, что это КС И посмотрел на количество зрителей по Старкрафту Полторы тысячи Эй, ребят А интернет у меня есть? Да, есть У новых тараканов дальность 6 Пока что Но я бы сделал 5, потому что 6 это не смешно Мало того, что они убивают имморталов У них больше хп, чем у обычного роуча Так у них еще и дамажущая обилка Они слишком жесткие Нужно вырезать дамаг Потому что эти роучи убивают даже здания в разы Да, у них упал интернет Кончилось электричество Давайте глянем, что новоцессия пока происходит Если стрим заработает, мы его включим Здесь реклама Надо зайти в чатик на Твич Может быть там что-то напишет интересное Ну знаешь, за юниты, которые стоят 100-100 О, сталкер стоит 25,50 О, игра началась Сейчас, 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 сейчас О, и здесь прокси Прокси-инженерка с рипером Рипер на мейне Все норм, ничего не пропустили Зелот, так что зелот Он будет способствовать его очень быстро Фантаси Он еще скатывается на мейне, так что все хорошо Но он держит рипера живым Это обязательно нужно сделать Седьмого апреля все игры по Близзардам будут реально стоить больше Написано официальным комьюнити-менеджером на форуме Близзардов Так что если у вас еще нет Старкафта или Диабло Покупайте, потом вам это выйдет в 2-3 раза дороже То седьмого апреля идет такая акция Блин, слушайте, я могу Я же могу Купить ключей 10, а потом их продавать И заработать На этом Как вам идея Открою свой бизнес Но реально Купить 10 ключей Каждого ключа Рублей по 300 Норм Дороже только в рублях Я не знаю В рублях, наверное Но обычно общая сумма дороже Вообще скажу по секрету, есть очень секретные сайты Прям очень секретные Можно найти только через гугл Там можно купить все очень дешево Как я стим-картинку выкидываю Что? Чего? Какой стим, какую картинку Ребята, вся информация на сайте Близзов так что здесь он я отвлёкся в начале игры а где их продавать буду в чате что ли минус зиот блинк на середине по-моему немного перехалявил рейн но мариков он сталкерами спокойно откайтить это для него не проблема ты узнал он об этом заранее ест на конечно фишка этой карты что можно очень спокойно разнести камни и выиграть очень много времени причем почему-то начинает протас разбивать именно свои камни а не вражеские неужели прям он настолько сильно не хочет чтобы противник к нему пришел кстати клевая идея разрушить камни противник это должен увидеть если он это увидел делаешь дарков вбегаешь дарками оппонент этого не ожидает и начинаешь ну да тут туретка на входе плохая идея а вот дроп дарков это уже отличная идея на четкий билд я не понимаю правда как можно протасу играть без ранних центрей чтобы они копили ману чтобы кидать филды на рамбу просто не укладывается в голове возможно сейчас опс умрет на туретке потому что по нему начнут стрелять раньше реагировать of the rain молодец куда-то странная траекторий он правда летает и собирается просто выходить дальше колоссов после дропа дарков призма уже на подлете она сейчас может пересечься к созte ох нифига вот это зрение Forex призма только что по моему спаливась на... это маррик там в самом низу бегает это же не рипер рипер быстрее Иии, еще один Марик Это по... Ну, кто так призмой летает через центр карты? Ну, Рейн, твою маму Что это такое? Кстати, есть шанс отменить третий командный центр Оп Просто через центр карты лететь призмой с двумя дарками Псих, что ли? Лететь надо по периметру Но в чем грамотность фэнтези? Он все равно отвел юнита Смотрите, вот внизу юнит стоит Это Марик Он видит как раз именно дропы ранние по периметру Или оракул, или призму И это очень круто Он бы все равно спалил ее Но третий командный центр отменен Если у Протса сейчас есть филды А я надеюсь, они у него есть Чего они так долго показывают одного игрока? Ну, ребят, ну, покажите других хотя бы Минус Дарк Куда ты пошел-то? Куда ты побежал-то? А, на другую базу чекать Тоже идея И на девяти часах стоит Марик у Фэнтези? Круто Деловый пацан Кстати, в заказе был колосс, я видел И делается и Мортал зачем-то с ножками зелков И судя по количеству гитов, которые добавляет Рейн По-моему, он явно не собирается делать третью базу Просто не собирается Полтора да, спасибо Давно пора Еще один Дарк? Или это тот же самый? А, это тот же самый Он все бегает на патруле туда-сюда Проверяет базы Ну, а он не Терана Который В общем-то защищен И у которого еще и лимита больше У которого Тауэр Дефенс Плюс у него и знания хорошие Он знает все вообще о своем противнике Кроме как о составе его армии Но один колосс фейковый Смысл пытаться делать имов? Архо? Что? Какие? Какая тимпуарня? Рейн, ты Смотрите, он сделал колосса Построил колосятню То есть уже две сотни газа ушли в минус Он сделал дарков Которые, ну, окупились разве что на командный центр Полный состав армии Рейн сейчас А точнее фэнтези у своего противника не знает И он продолжает делать имморталов Выходя при этом в тимпуарня Не могу понять Это фейк третьей базы или что это? Он пытается обмануть оппонента Заставить его делать вигингов Но тот даже не в курсе Что вообще оппонент играет в колоссов Салкер с блинком Вроде подмигрит Вроде неплохо Медиваки Ну ты что, Зилотов-то? Рейн Что это за слив 3-2-2? Ой, у него дроп на мейне Ладно, все, прощаю Хорошая позиция у дропа Застройка тоже от бога Мортал стреляет Оп, хорошо Второй фотон ввертчарж Квосядин, дарков, не тимпуарня Точные здания Не потерял медивак, молодец Смотрим за потерями Сквон Спасибо Ой-ой-ой-ой Он еще и минки дропнуть успел Только сейчас заметил По-моему, и Рейн был не в курсе Какой-то наркоманский билд у Рейна Я не понимаю, в чем смысл Строить кучу домиков И не строить юнитов На эти деньги Точнее, не строить юнитов с этих домиков Минус Опять третьи команды-центр Хорош Красава Еле-еле дотянулся Последним выстрелом сталкера Не, в том плане, что Посражаться нужно было С левой частью Но он побежал сразу на мейн Потому что там были Большие проблемы Хотя я все равно не понимаю Как можно одним доварпом Прогнать тирановский четверной дроп Может быть там еще на мейне Какая-то армия стояла небольшая И Мортал вовремя вышел Но здесь в хлам Рейна Унижают со всех сторон Что-то он перестроил дома Один Архон Два Иммортала Вместо всех этих зданий Вместо Тимпуарни Вместо двух Имморталов У него могло бы уже быть пять колоссов Он бы просто нажал оклик и все Но в чем смысл-то был Именно этого Там уже 2-2 заказано Упроцессу 0-1 грейды А нет, 2-0 Он 2 грейды на броню сделал Чем прикол играть в Имморталов Делать грейд В Иммортал Архонов И делать грейд на армор Еще у него нет центрей Мерд 선 Че-то Рэйн перемудрил вообще Это, конечно, не объяснить Склон серк Тут фокусы Мортала Спасибо, Склон, большое тебе. Сейчас надо программку донастроить. Ну, круто. Круто. Не понимаю, что Рейн пытался сделать, просто не могу объяснить. К сожалению, некому объяснить. Так, Тронк, Малой Хардвулт, Радос, Склон. Спасибо вам. Алексею тоже спасибо. Спасибо. И я уверен, что он не практичил так много, как и другие мапы. Так что, да, definitivamente, хороший побед, для Фантазии. Да, наш следующий мап будет Вани Ресеркстейн. Или Сблинг. Он будет уверен, что все остаются в лобби в один секунду. Для Фантазии это был важный момент. Первое, конечно же, если бы он потерял мапу, то это закончится для него. И Рейн превращается к фейс-партингу. Но это тоже просто первый шаг для Фантазии. Я думаю, что он должен победить два раза в один раз, если он действительно хочет фейс-партингу. Рейна начался с двумя мапы, и он был в великолепной позиции. На Сблинг, по-другому, есть немного мапа. Мы уже говорили об этом. И мы должны узнать, если Фантазия может быть на мапе, которые двумя из них практикали больше. Рейна здесь. Если можно, это будет удивительно. Потому что только из момента и психологического аспекта, если ты слишком вперед, и вдруг ты найдешься только один раз, чтобы победить этот матч. Странно, да? Глобальный премиум не хватает 40 рублей. Такой глобальный премиум. Какие игры еще будут, а то поздно пришел. Сейчас полуфинал Фантази Рейн, второй доигрывается, потом будет финал этого турнира. Но либо мы посмотрим финал Копенгагена, либо мы перейдем сразу на стрим ВЦСа. World Championship Series, чемпионат мира, первый сезон этого года. Первый сезон этого года. Так. Сейчас найду. Так, Рейн. Рейн выиграл Ход Сикс Кап, корейский, и очень сильных-сильных корейцев. Он геймнейт Старлига, первый сезон в 2012 году. Азиатские финалы ВЦСа против партинга, тоже в 2012 году. Ну и у него куча третьих-четвертых мест, и вторых на ЕМах, GSL'ах, ВЦСах, GSL'ах. О, кстати, третье-четвертое место у Рейна... А, ну да, он же партинга проиграл, всё правильно, заработав 1000 баксов. Кстати, вот у Fantasy, по-моему, достижений как-то особо-то и нету, насколько я помню. Вроде как флэш. Да, ни одной победы вообще нету. Не то что победы, он вообще на лано-финалах, в Fantasy, был всего один раз. На турнире на каком-то Connection Professional Esport, на котором, собственно, проиграл MC. Как он так быстро подшагивает мародерами? Более четкое чутье выстрела. Если у тебя мародеры не стреляют при таком подшаге, ты слишком, значит, плохо чувствуешь именно этот подшаг. Так, надо стрим переименовать, кстати. Об этом никто не сказал. Я поменял. Мародерами надо больше задержку делать. Просто больше. Если делать совсем правильно, то мародер выстреливает один раз, Марик выстреливает два раза под стимпаком. То есть нужно ориентироваться по звуку именно мародеров. В финале, кроме этой пары, партинг. Партинг играет Best of Seven с победителем этой пары. В финале. Парнир проходит в Дании ежегодный турнир к Пентгагенгеймс. Говорят, что в Дании дорого все. И в Норвегии дорого. Везде дорого. Даже в России дорого. Особенно сейчас. Опять три командных центра. Но на этой карте это абсолютно адекватное решение от любого тирана. А вот на чаще, конечно, очень редко тираны так делают в последнее время. Варак, реактор, рипер. Там смифовый робо. Забыли они поменять табличку. Случайно. У них было написано Best of Five в первой игре, а сейчас было три. Пачка сигарет 15 евро. Прикольно. Я бы не курил при таких ценах. Малой, не пиши тире в начале сообщения. Зачем? Оно не нужно. Можно просто писать сразу текст. Если тебе так удобнее, конечно, пиши, пожалуйста. Просто смысл. Говорят, корейцев нет, соответственно, слабый StarCraft сегодня. Ничего, что всех, кого мы сегодня смотрим, это корейцы. Друг. Надо флаг игрока на экран вешать. В идеале. Вообще, это вам полезная штука. Если бы около никнейма писался флаг. По IP. Хотя бы. И зарплата там соответствующая. А вот мне говорили, что в Норвегии очень низкие зарплаты. И там всё такое дорогое, что жить вообще тяжело. Кто врёт? Ну да. Ладно, вернёмся. Слушайте, а что пытается сделать Рейн? Неужто дроп колосса? А, кстати, концентрация каких-нибудь дропов колоссов или дропов колоссов? Дезерапторов очень увеличится, я думаю, в Легасе, если оставить такую же скорость призме. Мне кажется, призме немножко уменьшат дальность загрузки юнитов в медивак. Слишком уж круто дропать на таком огромном расстоянии. Конечно, протасы никогда в жизни не дропали с такой эффективностью. Впервые за 15 лет увеличивали дальность загрузки призму протасом. За 15 лет. Впервые. В Рудваре вообще призма чуть ли не не должна была. Но там была не призма, а шаттл. Но там призма должна была чуть ли не полностью остановиться для того, чтобы загрузить юнита. Она была такая слоупочная, тормознутая, это жесть. И дропов там далеко не каждый. Дроп зергам сделать. Да им как-то так муты вроде хватает. Воле дропали зерги. И рачей дропали, и собак дропали. Но это делалось так, для разнообразия. Дропов дропаешь на 6. Как так можно? Тауэр Дефенс, никто ни на кого не нападает, уже десятая минута игры. Пока игроки осваивают свой билд ордер. Вау. И этот дропковался. Действительно. Был фейк оракул, плюс 4 гейта. Третий Нексус. Рейн себе добавляет. Ну посмотрим, как Фэнтези к этому готов. Войск у него здесь нет, есть Туретка. Боюсь, что во время дропа 4 юнита у Рейна. Блинк – классно. Колоссы – классно. Он не сдержит осаду. Просто не сдержит. Колосс пыщ-пыщ. Рабы умирают, это круто. Туретку можно убить, Газилку можно убить. Ему придется отменить третий Нексус, который уже почти достроился. Даже если бы у него были юниты, их было бы больше. Даже если те войска телепортируют сюда, у него все равно не хватит урона, чтобы это убить. Просто не хватит. А у его противника третья база уже пашет вовсю. То есть выбрал креативную страту? Ты командный центр-то собираешься поднимать? О, господи, фейспаун. Кореец, тебе что, лень кнопку нажать? Ты шутишь? Господи, на колоссе отдать командный центр, но это просто трипл фейспаун. Убивай Саплай и не парься. Минус Газилка. Что, прости? Просто Орден Фэнтези. Колосс, красава, лети, загружайся, убивайся. Блин, как Колосс прикрывает Зилков. Слушайте, смотрите, как круто. Если бы еще и ноги им дать. Саплай так поставлено, что Зилы от их толком бить не могут. Три Колосса уже есть в Дефенсе, две СН-три. Немного сталкеров. Я, конечно, ругаю Рейну за того, что он, ну, как бы третью базу отдал, все дела. И в Колосс, красава. Фэнтези обленелся. Ну давай, сприте уже нормально, Микри. Три мародера. Минки. Вот, марики подошли на стимпаки. Вот, вот, вот. Он начал давить Протаса наконец-то. Минка сейчас бомбанет. Она выстрелила в Зилков, а не в Призму. Но теперь с тримаковосами уже можно и подефиться. Тренируется, ага. Я, кстати, замечаю, так понемножку стримы, ну, поглядываю случайно некоторых игроков. Уже многие Протасы пытаются играть через Призму. Хотя раньше этого не делали. Филды за спинку! Ой, Вижена не было, наверное. Да, не было. Вернулась Призма. Есть даже фотонки. Обычно на этом тайминге здесь стоят сталкеры, чтобы контрить вот такие четверные внезапные дропы от Фэнтези. И я чувствую, что этот колоссай может сделать что-то нечто плохое. И мины здесь помогают. Глосятни сейчас сдохнет. Еще один дроп полетел. Есть ли сталкеры у Рейна? Или Медивака. Медивак улетел. Его даже никто не покосал. Разве что чуть-чуть. Но вообще можно убить Нексус просто сразу. Попытает Мариков, чтобы с Зилотом справиться. Клосятни можно было убить. Давай, высаживайся. Ооо, как быстро Зилоты начали умирать с Мариками. Умрет ли Нексус? Умрет ли Нексус? Ребята, умрет. Да, умрет и пробки уже переезжает. Смирился с этим Рейн после такого клевого дропа. Но я боюсь, что сейчас Рейну будет очень трудно пробивать фэнтези. В любой непонятной ситуации он может вывести рабов и создать очень хорошие условия для защиты. Стать просто широким фронтом вот в этом проходе. Вот здесь вот. Минус твой лайт. Но он уже и не нужен. Форжа тоже не нужна. Просто придется идти в ау-ин. Есть ли у него пробка, чтобы делать даварп? Газ скопился. Пять колоссов. Один. Иллюзия. Зилота здесь нету. Нету апсервера. Еще один дроп. Нафига ты армию поделил? Ты все равно этим даварпом не отобьешься от дропов. Ну, блин, ну разделять армию процесса, конечно, это очень опасно. Что там происходит? Минус КСМки. Командный центр пытается умереть. ДПС у Сентрии может не хватить. Да и ЦЦ очень быстро улетает. КСМки спасаются. Тем временем Терен копит лимит на базе. У него уже плюс 30 лимита. 49 рабов на 29 и ТОСа. И там позиция очень шикарная. Куча мин. У процесса, по-моему, нету апсервера. Нафиг ты сталкеров тут оставил? Как они тебе помогут вообще? Гвардин, врубай, клик нажимай и дефенс базы сделай. Давай. Ну что, надо подниматься вверх. Причем время работает явно не на Протоса. У него и так одна база осталась, которая уже заканчивается через минуту-две. Но четырех холосов убить пока нечем. Апсервер, что ли, появился? Как мины тут сдохли? Или это случайно произошло? Рейн у него 4 колоссов. Это все еще очень страшно. Опасно. Очень опасно. В Фэнтези надо вернуть часть лимита. Он продолжает харассы. СС до сих пор горит. Надо будет чинить. Да-да-да, дроп на мейне, но здесь сталкеров просто мало. Кот наплакал. Блин, здесь не поможет. Нет фото-наверчарж, нет протаса, нет армии, нет чего-либо. Минус не на Эксус 3. И это уже как минимум ничья, потому что у Терны есть деньги, а у протаса нет. И пишет Рейн ГГ. Рукалицо, нафиг ты армию разделил. Ну убили тебе базу, ну иди валын, ну пытайся хоть что-нибудь сделать. Спаси пробку, накопи 400 минералов. Зергами на турнирах играют? Не, эту расу удалили, в Легасе он заводит. Зачем? Привет, Кайбот. Убит. От сплэша? А, ну да, там марики подошли в ближний бой, и колосы, видимо, минки сожгли. Там же вроде 4 мины было или 5. Привет, Торк. Как тебе твоя таунылая игра, которую ты стримишь? Как она называется? Но всё равно. Торк. 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 Мне непонятно. Да, дроп колоссов был шикарный, да, он убил базу, но в конце нужно все же было войска объединять. Нужно было пытаться идти в размен. Ну что ты сделаешь с сталкерами против мародеров под стимпаком с грейдами? Ну что? Хоть тайб микрис, тебе блинк не поможет. 20 урона против 14. Микри. Удачи. И сразу следующая игра. Твоя унылая игра называется так же? Ты же вроде забил на StarCraft. А, ты же сейчас вроде в GML выходишь. Видео-видео. Одну тему на мертвом форуме. Торк, я бы тебе соскучился, я бы с тобой 2 на 2 поиграл. Мы же с тобой будем, да, в режим Архонта играть? Будем тащить, убивать, выйдем на проуровень в GML, да-да-да? Да? Надеюсь, близко додумаются сделать режим Архонта какой-нибудь рейтинг. Хотя бы какую-нибудь одну жалкую таблицу среди игроков, чтобы не было фулл рандома. Тяжело, конечно, придумать, высчитывать средний уровень игры. Но есть такое понятие, как подбор по лиге и диапазону очков. То есть, допустим, игрок, который имеет 100 очков, он не может попасть на игрока, у которого 1000. Ну никак. У Близзардов может. И вот, если это исправить, то ладдер будет нормальный. Количество нубов, играющих на ладдере, уменьшится. Потому что, когда тебе дают игрока сильнее заранее фэнтези, ноль АПМ. ЭПМ, точнее. Прикольно. Командный центр. Хоп. Время поиска увеличится в разы. Да наплевать, сколько будет времени поиска. Как будто ты опаздываешь. В любом случае, даже сейчас приходится ждать. Секунд 10, 20, 30, пока найдется оппонент. Лучше тебе подберут игрока по уровню, чем наглого выше тебя, и ты ему сольешь и скажешь, Старкрафт говно, пойду в доту. Согласитесь. Фэнтези АФК, ну да. Опять один газ. Макро-опенинг. Макро-развитие от обоих. Никто никуда не спешит. Ну посмотрим, что будет со следующим сезоном. Специально я сделал скриншот в этом сезоне, чтобы посмотреть, какой процент игроков в какой лиге. И вот в следующем месяце, точнее, да, нет, нет, в этом месяце, через две недели, когда начнется новый сезон, я еще раз сделаю скриншот, и мы посмотрим, изменился ли процент игроков между лигами. Если он не изменится, я расстроюсь. Робко-оп! Видит командный центр, ну и по таймингу понятно, что это фаст СЦ. В противном случае, ФЦ или бы перелетал, или только бы достраивался, а тут уже орбиталка готова. Очень быстрое. После барака. Даже такие вещи реально дают информацию о противнике. То есть ты, увидев само наличие базы, слабый игрок подумает, а, ну у него база! Умный игрок поймет, что это был фаст СЦ. И сейчас к тебе не прилетят никакие минки. Не прилетят. Как у меня тогда ученик. Его фотонят. Там фотонка у него прям на глазах строится. Он говорит, ну и сейчас я проиграю, ко мне сейчас грелки прилетят. Какие грелки? Там фотонки. У процесса нету газа. Чтобы знать, что к тебе может прилететь, нужно знать, когда это появляется. И как. Кто победит? Да фиг знает, но... Я за фэнтези, потому что в финал должен быть ПВТ. Ну что-то он как-то то ли неуверенно играет, то ли что-то... Ну не чувствуется прям божественного скилла. В ТВТ он реально божил, я прям офигевал от его скилла. В ТВЗ он тоже раскатывал и пару корейцев, и европейцев в последнее время. Я тоже ему этому... в принципе... Было приятно на это смотреть. Что-то ПВТ как-то у него прям слабенько. Может он боится протосов? Блинк с робо. Как обычно, без сандрей, без грейдов. Зачем такой фаст-блинк? Не знаю. Максим Терон на этой стадии может сделать 1-2 дропа. И то, даже имея блинк, ты можешь не угадать направление, откуда он прилетит. И то ты можешь не догнать медивак, который по-дустому летит в сторону. Вместо этого блинка можно было сейчас иметь 3-сн-3 с полной маной почти. Или грейда 1-1 заказать. Ченсу! Подпыщик новый на гудгейме. И вот он тот самый дроп двух мин. И две фаржи в заказе, кстати. Опачки. Минка раз. Минка два. Ииии... Два киллса. И сразу добывать. Очень дико напрягает после дропов постоянно распределять рабочих по минералам и газу. Так это утомляет. Но даже 25 газа, потерянных на этих минах, это уже... вполне нормально. В сравнении с протцем. Он же дернул пробок, отвлекся, газ не добывал. Плюс рабов потерял. Уже минки окупились. Вполне. Амон Рэй, туда же, спасибо. Я задолбаюсь. Говорит спасибо за подписку. Течайно в плейере отписался. В плейере, кстати, можно даже сердечко поставить в самом. Оно посередине есть, вот здесь. Это та же самая подписка. Но лучше подписываться по кнопке именно на КГ внизу. Под плейером. А можно галочки выставить. Минка палит выход на третью базу, которую Рэйну здесь не поставить. Минус медиуак. Блинка пока что не пригодился. А я даже сам не знаю, что именно делает сердечко на КГ-плеере. Это подписка по анонсу или по запуску трансляции? Дайте, сейчас возможно еще один медиуак отдастся. Отдастся. Ну, Рэйн. Рэйн. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. Ой, Вижены не было. Он, блин, конулся, и из-за кустов он не увидел медиуак. Но было же видно, куда он летит. Почему он дальше-то наверх побежал? Хотя никогда не угадаешь Терны могут в любой момент череши в медиваке Просто менять им траекторию С тимпака до сих пор нету терна 1-1 грейдл Тоса готовы Много пробок, даже больше чем надо Продолжает бегать за медиваками по всем фронтам Причем тернула, чтобы Как бы это, ну, дропать А, здесь нет мертвой зоны Марики не достреливают, сталкеры достреливают Четыре раба на газе у него немного У фэнтези Читы готовы, мародеры Конечно, вкладывается он сейчас в мины Немного, ослабляя свою газовую экономику Но вот, ну, нельзя третью базу ставить Не прикрывая ее войсками Подписка по почте о начале стрима Ага Но еще есть подписка об анонсе Дополнительная Если пишется анонс, то приходит уведомление Кстати, подписки на почту можно прикреплять к смс-кам Если вы знаете как Если вы не знаете, то Google it Если тебе приходит сообщение на почту Можно сразу об этом узнавать Это очень удобно Ну или с мобилой чекать почту В принципе, это самая полезная функция Когда стримы прикрепили к мобиле Что-то как-то меня смущает лимит Рейна Очень смущает Да, у него грейды сейчас будут 2-2 против 1-1 Но у него до сих пор нет третьей базы 13 минуты игры У террена третья база вовсю уже пашет И почему Рейн не чешется, я не понимаю Он просто позволяет противнику доминировать Окей, ты террен, ставь базу Я буду сидеть на двух базах Зачем Морелла? Ну не все почты чекают Не все проверяют почту Почту юзают обычно те, кому за 30 На обычную почту я в принципе не захожу Тупо регистрацию на сайте какого-нибудь подтвердителя Или еще что-нибудь ДТК не забирает фэнтези Вероятность 90% что фэнтези выиграет Даже не 90, 95 Плюс 50 лимита 2-2 против 1-1 Но по-моему он собирается без викингов нападать на трех колоссов Ой-ой-ой, семерной дроп Шестерной, семерной Сталкеры, ты что делаешь? И по-моему это Рейн Ты в курсе, что у тебя помимо сталкеров есть еще армия? Минус 40 лимита Вот псих фэнтези просто По-моему опять третья база сейчас умрет Его разводят Не, все, Рейн поплыл Первые две игры отыграл офигенно Потом начал какую-то чушь творить Драться половиной армии вместе всей Причем две игры подряд Дропы с минами, конечно, он хорошо отбивал Не терял рабов Что-то фэнтези немного подслился Но все равно дотеканием он тоже дожмет Должен дожать Хотя лимит почти сравнялся, смотрите Но колоссы тоже не вечные Ой-ой-ой Тяжело с мародерами драться, когда нету зилотов Мародеры, если видят, что зилотов нету Они сразу идут вперед Они могут фокусить и сталкеров И подходить к колоссам в ближний бой Даже если это три мародера Все равно их можно простимпатчить и фокуснуть колосс Это будет выгоднее Если колосс будет бить не сплэшем по всей армии А по одному или двум мародерам Всегда, если есть возможность, надо его фокусить Вот как сейчас фэнтези делает Силки без ног, что ли? Твою ж мать 16-й минуты игры 2-2 грейды Ой-ой-ой Не, ну хорошо, финал по ВТ будет, скорее всего Если сейчас фэнтези еще раз так не подсольет лимит сильно Поднимаясь на рамбу Просто на даварпах еще как-то пытается Отбиваться всеми силами Но он столько всего потерял Террен давным-давно и четвертую базу мог бы уже заказать Ну что-то он не торопится А, он сумеречный же ему убил Да, сумеречный стоял же на отшибе слева Точно-точно забыл Опять заказаны ноги Ну блин, но ноги Я помню однажды Партинг Играл на конту-турнире Это было еще в воле, по-моему Или в начале ходца В начале ходца Он сделал очень быстрые грейды 3-3 И забыл ноги И проиграл генеральное сражение Террену У которого были там горсты, марики, мародеры, медиваки Ну все как обычно Но его даже 3-3 грейды не спасли У него в армии было зилотов 20 без ног Смысл от грейдов 3-3, если зилоты просто не могут дойти до пехоты тирана So many vikings? А где vikings? О, викинги Тут, по-моему, уже ролепоинт стоит на третью базу процесса 180 мит на 120 Да, боль Тяжело И самое вот, что меня больше всего я не люблю в прогеймерах Когда они придерживаются страте Даже если по экономике ситуация Не, как бы сказать То, что не подобающая Не подходящая Сейчас объясню Смотрите У Тоса 3 базы Все плохо Мейн закончился Размен был в минус Лимита очень мало И он, несмотря на это Вместо того, чтобы варпить, как проклятый, со всех гейтов И копить боевой лимит, которого очень мало Он заказывает 3-3 Он тратит 500 газа и 500 минералов ради того, чтобы заказать грейды 3-3 Которые никогда не достраиваются в такой ситуации Нужно варпить Копить лимит и молиться, что тебя не пробили Ну и пассивность троина в последней игре, конечно Видимо, он уже совсем был подавлен предыдущими двумя играми Надо было, как партинг, сходить в туалет, расслабиться, отдохнуть и сыграть Определенно он расстроен И недоволен собой 2-0 и 3-2 Точнее, 2-0 и 2-3 Не показал Рейн своей мощи, не будет в финале ПВП, а значит будет ПВТ Фэнтези Партинг И это круто Посмотрим с удовольствием Посмотрим, как Партинг справится с этим же противником Уже совсем скоро На ютубе сейчас заливаются записи сегодняшнего первого полуфинала Сейчас залью второй полуфинал этого турнира Копенгаген Геймс И потом мы переходим к ВЦСу Субтитры сделал DimaTorzok